140 тонн сена и 10 тысяч осиновых веников. А так само зерня, комбикорм и городнина для травоедных. Вот стратегичный запас за осаду на зиму. Коли она будет надто холодной, по мере порции для кожной живёлы повеличить навод удвоя. Али и при таким раскладе запасов повинно хапить, подкресливают у засады. Речь, когда идёт только о морозе, более 5-10 градусов, это мы уже считаем, что это уже проблема. Потому что травостой замерзает, неудобно её добывать, хотя копытом где-то добывают. Но это тот естественный корм. А дело в том, что организм тратит силы больше во время холодов. И в этой связи мы даём дополнительный корм. А когда уже там около 20, за 20 вдоволь. И очень следим за тем, чтобы водопой был. У засады подрыхтовали и специфичные кормы. Например, ягель для полночного оленя. А как сбалансовать, раз её он живёл, подчас зимних холодов, выкористовывают подкормки. Вот эта серенькая предназначена, она больше микро-макроэлементов не содержит. То есть животное получает все микро-макроэлементы, которые в рационе немножко не сбалансированы до конца. Вот этот же лизунец, в нём ещё и антигельминтные содержатся вещества. То есть, когда он подходит, лижет и дополнительно лечится ещё. У засады так само завершили рамонт зимников для живёл. До слова «зимние домики» сегодня есть у верблюда, оленя, у косуль, тыгра, мятзведя. После наступления первых морозов у помешканья переедут некольки видов птушек. Это теплолюбимые фазаны и паулины. Катерина Булукова, Денис Бутылин, Новины, Рыгион. Продолжение следует...